Всем привет! В этом видео мы разберем топ-3 проблемы, которые возникают у людей чаще всего с головным голосом. В последнее время я повышаю свою квалификацию, работая с очень крутым австралийским певцом. Взаимодействие с ним натолкнуло меня на несколько мыслей относительно головного голоса, которыми я хочу поделиться в этом видео. Первая проблема, которая чаще всего возникает у людей с головным голосом, это переход и вываливание звуков, так называемый фальцет, тогда, когда ты этого не ждешь. То есть, э-э-э-э-э, вот такое что-то похожее на йодль, на ослика иа, и э-э-э-э, срыв, слом голоса. Что нужно сделать, чтобы закрыть этот вопрос? Для начала нужно понять, почему происходит этот вокальный срыв. Он происходит от того, что мы неправильно распределяем давление, которое оказывает воздух на голосовые связки. Для разных нот нужна разная степень этого давления. И наша задача, как вокалистов, контролировать это давление и, если что, добавлять, если что, убавлять. Если мы не управляем этим давлением корректно, либо используем его слишком много, либо недостаточно, либо в тот момент, когда мы поднимаемся наверх, нам нужно его чуть-чуть увеличить, и мы этого не делаем. В таком случае наши голосовые связки размыкаются, и мы проваливаемся в этот воздушный фальцет. А-а-а-а Вместо того, чтобы просто перейти дальше по регистрам А-а-а-а-а Самый простой и эффективный инструмент для решения этой проблемы трели А как это работает? Когда мы делаем трель губами или языком, это вообще не важно Наше воздушное давление сохраняется равномерным для того, чтобы вибрация держалась ровной. Сама по себе эта вибрация помогает нам настроить подачу давления нужным образом. То есть мы берем этот проблемный участок, где наш голос вываливается в фальцет, и начинаем раскатывать его трелями буквально. Причем наша задача в том, чтобы, первое, обеспечить равномерную равномерность трели. Она не должна скакать. Это первое, она должна быть ровной. И второе, мы не пытаемся петь слишком громко, слишком сильно, слишком как-то вообще специальным образом. Нам нужно получить легкий, расслабленный звук, со свободной от зажимов шеи и глоткой. То есть вы можете даже взять и положить руку буквально на шею, чтобы заметить, где у вас что там напрягается, когда вы делаете эту трель. И с рукой вам будет проще расслабить эти зажимы и освободить ваши голосовые связки. Итого, мы берем проблемный участок. И раскатываем его. Поначалу голос может слегка ломаться и через трель. Ваша задача делать это упражнение просто легко, равномерно, без лишнего дополнительного воздуха. То есть делать его вот так неправильно. Мы не расходуем воздух, мы не вдыхаем, мы используем давление, которое образуется в легких, и работаем с этим давлением, которое идет на голосовые связки. Мы не швыряем воздух из ведра, вот так. То есть мы задержали дыхание, задержали воздух внутри и легко ведем трель вверх. Работая таким образом, вы можете откалибровать нужную степень давления. И постепенно у вас начнет получаться переходить из регистра в регистр без срыва. Если в начале будет получаться только на тихом звуке, это нормально. Мы не пытаемся его прокричать. Не пытаемся его сделать каким-то искусственным. Нам нужно получить естественный, свободный тон. И потом мы уже можем усилять, но правильно скоординированный голос. Таким образом мы не будем кричать и получим полный резонирующий звук. То, что голос ломается и вываливается в фальцет, если мы его так координируем, это нормально. И некоторые используют это как вокальный эффект, йодаль и так далее. Это неплохо, это может произойти с абсолютно любым голосом. Просто если мы не сбалансируем давление и резко его сбросим, то мы получим этот так называемый йодаль. Я к тому, что если это происходит, не парьтесь, это нормально. И если вы хотите, вы можете это просто исправить. Вторая проблема, которая чаще всего случается с головным голосом, это слишком слабый головной голос, с которым непонятно, что петь, и зачем его использовать, и вообще непонятно, что с ним делать. То есть, если головной голос слишком слабый и воздушный, а вы хотите развить сильный головной голос, то вам нужно убрать лишний воздух и прийти к чистому, яркому, расслабленному, звонкому, резонирующему звуку. Проще всего это сделать, убрать лишний воздух, через буквы И. Причем, когда я произношу И, корень моего языка поднимается к мягкому нёбу и уходит назад. Либо через букву Н. Также, может быть, кому-то будет удобно через УИ. УИ, 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 УИ. Но УИ удобно, чтобы расслабить головной голос, а убрать лишний воздух удобнее всего через И. Либо через Н. Так вот, когда вы уберете лишний воздух и получите яркий резонирующий звук, этот звук вы можете развить, усилить и сделать его более сильным, более ярким, более пробивным. Делать это можно через хрещендо, то есть плавное усиление громкости. И. Типа того. То есть мы начинаем с максимально тихого звука и постепенно наращиваем громкость. Это позволит нам развить громкий головной голос. Также несколько раз писали о том, что головной голос мультяшный. Если под мультяшностью имелась в виду неестественность, то возможно вы сжимаете все, что сжимается, чтобы получить какой-то просто другой звук, и не совсем понимаете, как получается головной голос. В принципе в этом нет чего-то страшного, если вы просто ищете звук. Но я бы советовал выходить на головной голос не через какие-то утрированные имитации, хотя это зависит от человека. Но самый простой способ, на мой взгляд, встряхнуть лишние характеристики головного голоса и получить его более естественно, это практика на трели, о которых я уже говорил, то есть... И буква У. Обычная буква И, У. То есть мы их делаем с максимально комфортным, расслабленным ощущением в глотке, в нижней челюсти, в принципе в лице, не пытаемся что-то где-то как-то скукожить внутри. То есть если вдруг у вас какой-то вот такой вот звук, непонятно как сдавленный, то вы можете просто постараться расслабить шею, расслабить, сбросить какое-то лишнее напряжение, чтобы получить звук более похожий на тот, о котором мы разговариваем. Также, возможно, вы находите через это утрирование просто мышечную координацию, и это нормально. Когда вы нашли ее утрированно, как, допустим, с твангом я говорил о мяуканье, то есть вы можете найти его через такой реально утрированный противный звук и постепенно просто уменьшить эту степень утрированности. Поэтому если мультяшный звук это просто часть процесса, когда вы ищете нужную мышечную координацию, в этом нет ничего страшного. А если вы и залипли в этом мультяшном звуке, то лучший способ расслабить его, это легкая аккуратная работа с трелями и просто основными гласными. Также очень удобная штука для того, чтобы сбросить лишнее напряжение и какие-то, может быть, утрированные штуки с головного голоса, это «уи». «Уи-ви-ви-ви-ви». «Уи-ви-ви-ви-ви». Эти звуки достаточно сложно искусственно пережать. Они сами по себе провоцируют голос на то, чтобы раскрываться в естественном ключе. То есть «уи-ви-ви-ви-ви». Чтобы сделать вот такие штуки какие-то мультяшные, нужно постараться. А сами по себе эти буквы «уи». «Уи-ви-ви-ви-ви». Они будут провоцировать вас использовать головной голос в более естественном ключе. «Уи-ви-ви-ви-ви-ви-ви». «Уи-ви-ви-ви-ви-ви». И четвертый пункт в нашем топ-3 проблем с головным голосом – это избегание головного голоса. Все мы хотим петь высокие ноты громко, свободно, чтобы они звучали мощно и раскатисто. И никому из нас не нужны слабые головные звуки типа «А-а-а-а». Никто так не хочет петь, и это понятно. Но для того, чтобы высокие ноты звучали полно и раскрыто, мы не должны сжимать наши связки, и мы не должны мешать им спокойно растягиваться. А если мы пытаемся избежать головного голоса и сделать его нарочно грудным или каким-то мощным, это приводит к тому, что движение связок блокируется, и приходится прокрикивать эти ноты. Если мы будем пытаться прокрикивать высокие ноты вместо того, чтобы просто позволять связкам растягиваться, это приведет к тому, что голос будет утомляться, мы будем совершать много ошибок, мазать по нотам. Для того, чтобы голос звучал хорошо на всем диапазоне, нам нужно пропорционально его развивать. То есть нам нужно развивать и грудной регистр, и средний, и верхний головной. Если мы будем пытаться делать голос специально более сильным за счет усиления нижних грудных обертонов, это приведет к тому, что мы потеряем большую часть нашего верхнего диапазона, и вместо того, чтобы иметь большой диапазон, мы сможем кричать внизу и где-то в середине, и пищать наверху. Это больше ментальная конструкция, внутренняя установка. Ну, грубо говоря, это фокусировка на том, чтобы петь громко и жирно, вместо того, чтобы фокусироваться на том, чтобы петь свободно и резонировать. И вот тут или-или. Либо вы пытаетесь что-то там прокричать, либо вы пытаетесь сохранить глотку и связки свободными от зажимов, и фокусируетесь на резонансе. Результаты получаются разные при этих двух подходах, и если вам нужно выстроить мощный голос на всем диапазоне, и сверху, и снизу, и в середине, не пытайтесь избежать головного голоса. Это просто часть вашего голоса. Мы используем ее, и мы используем ее в миксте. Когда мы формируем микст, мы формируем его из и грудного, и головного голоса. И даже я бы сказал, что головной в этой связке немного важнее, потому что грудным мы, в принципе, разговариваем, он у нас более развит. А головной тут такая штука, что далеко не у всех. И я помню, когда я только начинал заниматься вокалом, я вообще не мог выйти ни на такой головной голос, ни на пальцет, ничего. Я просто вот на уровне того, что я говорил, я мог докричаться до ноты ми, до вот этой. И все, и дальше у меня начиналось, приехало. В общем, как я уже сказал, для того, чтобы голос был здоровым, сильным и мощным на всем диапазоне, нам нужно использовать все его части. То есть нижний, средний и верхний регистр. Верхний – это головной.